Как автолюбитель, ежедневно проезжающий через этот круг, могу с уверенностью сказать, ехать стало легче. Но это мое мнение. Спросим местных автовладельцев. Я местный, и вот здесь уже давно, лет где-то 10, даже больше. Как ехать сейчас легче стало вообще? Ощутили разницу? Разница есть, но небольшая. По утрам и по вечерам стоим. Ну вот, в нем все нормально. В нем нет претензий. Немножко, прям, ну не знаю, процентов на 2 получше, но не более того. То, что сделали дорогу, немножко она улучшила, конечно, ситуацию, но тем более сейчас микрорайон Купеленко расстраивается еще больше, поэтому это не выручит. Ну, может быть, тогда выезд на шестой, пусть шестого сделают полегче? Ну, да, это уже как бы будет плюсом большим. То есть здесь все равно пробка, здесь кругом не излечишь, что надо все делать, понимаете? То есть круг – это хорошо, да, но нужно что-то больше. Лучше стало, потому что там три полосы уже стало. Когда была одна полоса, неудобно было ездить. Сейчас одна налево сюда поворачиваю и две полосы прямо, намного лучше. На 5% я оцениваю, поехали быстрее. Если вы считаете, что это изменило погоду, то да, возможно, но по большому счету погода это не сделала. Расширили, конечно, получше. Но в идеале, чтобы дорогу новую побыстрее построили, все равно пробки в старом городе. Еще один важный перекресток – соединяющий улицы Советская и Школьная. Совсем недавно здесь наблюдался ежедневный коллапс в утренние и вечерние часы. Вот такую картину очень даже приятно видеть. Машины двигаются свободно, хотя сейчас полдень, и, в общем-то, на дорогах гораздо меньше машин, но и в часы пик здесь стало передвигаться проще. Очень хорошо стало выезжать с улицы Советской на улицу Школьную. Легче проезжать, если только сейчас заранее знак поменять поставить, такой, что можно с двух полос выезжать. Очень-очень удобно стало. Здесь разворот немножко проблем, ближе к этой светофору, там долго стоим. Оттуда, когда приезжаем, здесь разворот сейчас надо. Но все-таки реконструкция помогла как-то? Конечно, помогла. Сейчас удобно. Немножко попроще, но нахалы устраиваются в три-четыре ряда. Поэтому здесь надо делать шахматную разметку, чтобы они не выезжали. Они выезжают прямо туда. Кошмар какой-то. Полегче. Заметили после реконструкции? Немножко. Немножко. Да, совсем чуть-чуть. Но бывает, что собрается пробка все равно. А это не от самих водителей зависит? Да может быть и от самих, потому что лезут в дворе, да. Очень хочется, чтобы из вышесказанного были сделаны определенные выводы и теми, кто отвечает за дороги в муниципалитете, и водителями, которые также являются причинами пробок, нарушая правила дорожного движения. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.